Я ефрейтор Чистяков Никита Леонидович, служил в 54-м МСП во взводе военной полиции. Случилось так, что в день танкиста, не будучи на службе, мы с товарищем решили немного отметить это дело, культурно посидеть, так сказать. В итоге посидели, выпили, пошли прогуляться вроде как по городу, и нас в этот момент остановила патрульная машина военной полиции, и нас задержали, отвезли в комендатуру. Продержали там несколько дней, нам сказали, что будут готовить документы на перевод в какой-то штурмовой полк или батальон. Потом отвели в другую комнату, и пришел какой-то человек, сказал, что есть возможность не ходить в штурма, нужно заплатить определенную сумму. Сумму назвали в миллион рублей, но так как у меня двое детей, всегда им нужно помогать, родителям помогаю, у меня такой суммы не оказалось. Я спросил, может быть, какая-то меньшая сумма будет прокатить или нет. Мне сказали, что этот человек сказал, что не он определяет эту сумму, а вышестоящий над ним руководитель. Я так подоживаю, что это подполковник Бибиков, начальник штаба 54-го мотострелькового полка. То есть, с деньгами, как бы это ни получилось, такой суммы в любом случае не было ни на руках, ее было не найти. И после меня уже отвезли в полк 1307, в 3-й батальон, 3-я штурмовая рота. То есть, ни подготовки, никакой ничего не было. Дали автомат какой-то непонятный, ржавый, бронежилет. И сказали, что через несколько дней ты уже пойдешь на задание. Служивши в военной полиции, у меня не было никакого обучения, навыкам штурмовика. Я не знаю, как это просто делается, штурмовать какие-то позиции. Я надеюсь, если вы увидите это видео, как-то поможете решить этот вопрос, чтобы либо остаться в военной полиции. Штурмаха, я так думаю, это дорога в один конец, и там вариантов, я думаю, не будет. Наверное, вот так. Субтитры сделал DimaTorzok